доброго дня всем мы находимся сейчас на озере сава она же ада цыган лея или цыганка ада водоем расположенный в черте города белград сербия на котором проходит 20 чемпионат мира по спортивной ловли карпа я не выходил в эфир ни разу с этого водоема у нас в основном выходит так как он нас официально записан как пресса кстати по поводу прессы я тоже расскажу как это тут интересно произошло но мы обычно получалось всегда так что мы записывали в прессу всех кто не был участниками всегда это все было нормально в этот раз сказали организаторы что ребята понимаете ну пресса это такая штука но их может быть три человека два человека один человек но не 10 и не 15 у вас скажем в израильской команде там 9 человек записано как журналист поэтому имейте совесть и немножко сократите количество ваших журналистов хотя бы до трех и если мы увидим что у вас и будет больше ну тогда сборная получит желтую карточку предупреждения погода очень странно скажем так тут я сейчас сижу на солнце я очень извиняюсь за перерыв в эфире просто один из наших ребят миша который сейчас находится в доме где мы живем в белграде решил проверить добивают ли его рации с озера до дома но отсюда у нас километров 6 как минимум если не больше не знаю наивный товарищ правда он говорит что у него рации работают там чуть ли не 18 миль но как бы боюсь что через весь белград это не пробьет ну нам в итоге рации оказались не сильно нужны хотя мы взяли потому что у всех есть телефоны почти везде есть вай фай бесплатный конечно качество оставлять желать лучшего но все-таки лучше чем платить деньги поэтому вся информация вся переписка идет через чаты ватсапа намного удобнее чем бегать с рациями настраивать их на волны под волны потому что мы тут уже пытались как бы получается все время опять же на чьи-то волны вылазим по поводу водоема вы наверно многие читали в моих отчетах о том что водоем то общем то неплохой и с точки зрения проведения чемпионата мира он наверное ну один из лучших потому что очень равные условия всех одинаковый берег одинаковое дно очень как бы такие без каких-то ям водоворотов русел все такое более-менее одинаковое если бы еще рыба была ну вот с рыбой как вы понимаете получилась небольшая накладка кто не знает я немножко расскажу о том что изначально предполагалось что в этот водоем запустят около 9 тонн карпа и в общем то на основании этого обещания и было заключено соглашение о проведении чемпионата здесь потому что все знали что после прошлого чемпионата мира практически вся рыба была выловлена поэтому надо было добавлять то есть и здесь есть конечно экземпляры которые остались всех времен и вот рыба которая была взята украинской командой она четко это подтверждает потому что это явно сторожил вот основой проблема у них есть на этом водоеме правило поймал отпустили как мне объяснили местные представители власти что следить за этим законом ну просто реально нереально потому что очень большой водоем а этих инспекторов у них тут есть пару человек и они не могут просто всех контролировать и когда человек ловит рыбу то естественно тут же втихаряю в холодильнике до свидания вот а получилось что изначально когда запустили первую партию рыбы часть этой рыбы умерла возможно из-за плохой перевозки возможно из-за еще каких по каким-то причинам и просто была подана жалоба потому что этот водоем он является также питьевым водоемом из него берется питьевая вода тут нам пришли товарищи сейчас у нас будет очень шумно но нам попытаться куда-нибудь потом попозже перейти в другое место и и после того как вы эта рыба умерла правительство отдало указание запрете на запуск рыбы в водоем поэтому потом была запущена еще немножко рыбы ночью там втихую чтобы никто не видел но конечно этого очень очень мало вот поэтому плотность рыбы очень низкая и соответственно эта рыба в общем-то все-таки она из разводников она к этому роду им еще не до конца привыкла и поэтому клюет плохо одинаково клюет у всех судя по всему так как я не получаю никаких сообщений с полей то в общем то у всех сейчас одинаково все тихо плюс тому что солнце ветра сильного нет и возможно тоже это влияет клев плюс меняется погода когда мы приехали был очень холодный день и холодный вечер дождь шел сейчас все-таки светит яркое солнце я думаю температура сейчас снаружи на солнце градусов 22 не меньше но при этом если вы заходите в тень от деревьев у вас моментального волосы на руках встают дыбом от холода вот что еще можно сказать про это место как бы ну опять же место очень напоминает мне наш кинерт в плане того что водоем для отдыха для горожан огромное количество отдыхающих кто занимается йогой кто там тайчи кто просто бегает катается на роликах на велосипедах очень шумно естественно из-за этого во многих секторах кафе просто находится в самом секторе столики стоят чуть ли не там на границе соответственно постоянный шум идет сзади это очень сильно раздражает людей там кто-то возмущался по поводу туалетов но как мне сказали что здесь есть достаточно много стационарных туалетов которые стояли всегда плюс организаторы арендовали еще 19 биотуалетов ну я не знаю как бы кому кому как кому-то хватает кому-то не хватает очень удобно конечно то что везде по всему периметру водоема есть очень много кафе и нет проблемы у многих просто выйти и там ну как бы спортсмены выйти не могут но по крайней мере тот же тренер может спокойно подойти в кафе купить им еду и занести хотя мы сделали кейтеринг ребят и опять же мы сделали как всегда по-еврейски сделали еврейский vip кейтеринг этот заказали не то что всем давали в наборе как бы предлагали базовые вещи заказали там самое вкусное чуть дороже но зато то что ты хочешь то что тебе нравится вот скоро вернуться в штаб представителей жюри они ушли сейчас на обед они обычно всегда вешают бумажку о том когда они будут но я уже второй раз смотрю прошлый раз они написали что они вернутся там через час а я когда через полтора часа сам пошел туда поесть обнаружил их там еще даже не закончивших кушать так что этот их час как бы не очень не очень час проблема только в том что у меня вещи лежат закрытые там поэтому если что-то вдруг понадобится а я тут как бы один без своего имущества ну в общем ждем ждем рыбу конечно ждем рыбу потому что ну уже видите да по результатам таблиц сколько сейчас 8 8 команд 8 сборных с рыбой причем так смешно что там скажем на четвертых пятых местах там по одной рыбке дурдом посмотрим что будет дальше если бы хотя бы ветерок начался небольшой чтобы погонял воду хоть как-то этот шум скрыл твоего правильно говорил по поводу передвижения по берегам это просто задница потому что этот гравий он настолько шумный что очень тяжело причем как бы идею изначально по поводу как бороться с этим шумом предложили мы и судя по всему эту идею услышали наши сербские друзья и ее оплатили в жизнь то есть мы тогда говорили что надо бы купить ковровые дорожки и прости провожать их от палаток до рот подов чтобы все-таки когда передвигаться к рот поду было хоть чуть-чуть меньше шума и когда к нам привезли с наше снаряжение то в машине у сербских ребят которые нам помогали лежали как раз эти самые ковровые дорожки то есть они ими воспользовались и я так понимаю что не только они но и те кто с ними дружат там может быть те же хорваты но судя по результатам к сожалению пока эти ковровые дорожки им не помогают привет всем кто смотрит привет стас игорь по поводу пловцов ну да как бы разобрались я вчера видел как вешали на разметку на веревки которые огораживают зоны вешали просто бумажки на котором было написано что подход к воде и купания запрещены ну я не вижу в этом большой проблемы для людей потому что здесь огромный участок водоема он открыт только для окупающихся зоны находятся правее и у них есть реально там несколько километров озера где они могут спокойно купаться и проводить время поэтому здесь что они лезть больше всех ранее будет но опять же это не не мешает всем отдыхающим которые гуляют мимо всем же интересно какие палатки стоят как круто все так не мешает это все тем же отдыхающим просто лезть поближе чтобы посмотреть что там происходит и шуметь хотя организаторы попытались натянуть веревки ограничивающие так высоко как это можно сделать чтобы не дать людям сойти с этих пешеходных дорожек но как бы я так где уже несколько местах видел что это не сильно мешает люди все равно лезут правда как бы были конфликты судьями из-за того что к суде как бы люди правильно раз натянута веревка значит за нее заходить никому нельзя и они туда даже не пускали наших ребят раннеров которые у нас журналисты пришлось мне здесь лично разговаривать с президиумом чтобы объяснили судьям что по правилам фипс выше границы зоны ринга 2 метра и выше над обычно натягивается лента за который таки да могут спокойно стоять пресса а тут получалось не два 22 метра ну в итоге этот конфликт разрешился тем что судьям объяснили сейчас официально разрешено заходить и подходить практически к границе ринга у ребят ну к самой границе подходить вроде как нельзя но так как судей не так много вокруг то в общем то многие подходят да плюс то муж как я говорил что есть кафе прямо в самих секторах сфотически вы сидя на крайнем столике в кафе находитесь не знаю там в полуметре от границы сектора и можете общаться с командой ну в общем потом я может быть выйду в эфир покажу штаб где сидят сидит жюри где сидит профессор матиоли барбара представитель сельской федерации ну я там как хитрый еврей нашел себе уголок с розеткой плюс опять же бесплатный вай фай вот у меня сейчас по пути огромное количество фотографий которое было сделано за первые дни и там такое количество что просто обработать даже просмотреть эти фотографии это занимают часы поэтому все-таки это займет время пока я смогу их всех разобрать не нужно выкинуть да чтоб вы сдохли прям как наши цыгане вот короче постепенно буду загружать фотографии проще всего пока загружаю конечно на фейсбук что я и делаю хотя вчера я попытался загрузить все оптом и в итоге у меня просто как бы сдох этот вай фай хозяина которым мы пользуемся пришлось все таки частями грузить всем вам тоже привет кто смотрит я конечно передам всем нашим ребятам о том что все за них болеют все ждут результатов какого-то движника все будет хорошо я в это верю потому что здесь как бы получается такая ситуация даже одна рыба может сделать очень-очень много и если эту рыбу вывести то все мы будем в шоколаде так что ребята всем вам огромное спасибо всем кто смотрел и я попытаюсь выйти возможно чуть позже опять же показать вам немного как живут организаторы и как я тут устроился всем спасибо до свидания спасибо 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 спасибо